Что мы с вами сегодня будем делать? Давайте мы с вами решим этот вопрос. Ну, во-первых, вот прежде чем вы прочитаете план работы, я хотела вам сказать следующее. Я до сегодняшнего утра все мучилась, думала, как же построить мне вот эти вот наши занятия, чтобы мы с вами действительно добились успеха. Если я сейчас буду вам давать просто какие-то шаги по распространению какой-либо информации, и мы с вами не настроим правильно работу Альтрафика, то у нас будет, ну, результат может и будет, но всего вернее, что он будет очень плачевный, и опять мы получим массу разочарования. Поэтому я сейчас буду строить занятия таким образом, чтобы мы разделить могли их на две части. Первую часть мы с вами работаем вот по созданию пошагово той работы с Альтрафиком, которые нам необходимо сделать. То есть буквально будем делать все от начала до конца и делать будем правильно. Потому что, глядя на то, как у некоторых настроена работа, я вижу, что там сделана очень крупная ошибка. Поэтому, значит, в связи с тем, что я буду давать информацию пошагово первую половину, а вторая половина у нас занятий пойдет, отработка каких-то методик продвижения, которые должны быть у вас, как у пианистов, в руках. То есть вы должны это делать буквально регулярно, постоянно. То мы с вами будем предполагать, что те люди, которые еще только начинают работать с Альтрафиком, им вот эта вот задача пойдет у нас. Значит, те, кто уже работает с Альтрафиком, я советую вам сегодня остаться на этой, да, это суперальте, Наташа. Все, не отвлекаемся больше. Те, кто у нас уже работает с Альтрафиком, я советую вам сегодня не уходить с занятия по одной простой причине, чтобы вы просто послушали, может быть, вы найдете какие-то ошибки в настройках своего вот этого инструмента. Итак, что мы сегодня с вами делаем? У нас сегодня с вами огромная работа. Эта работа займет у вас немало времени, поэтому то, что у нас отложено на праздниках дальше, я думаю, что вам как раз хватит этого времени решить эти проблемы. После этого мы сделаем практическую работу, ту работу, которую вы должны будете повторить по домашнему заданию дома уже в соответствии с теми целями, которые вы себе поставите. Потом мы отработаем с вами домашнее задание, а потом я покажу вам буквально пару действий, которые нужно будет сделать, чтобы вы могли продвигать свой бизнес в интернет через социальные сети. Итак, те, кто был вчера, кто не был вчера, то вот такая вот у нас была табличка по результатам нашей работы вчерашней. На прошлом занятии мы с вами говорили о том, что для того, чтобы получить результат, нам нужно пройти три полосы препятствия. Это найти целевую аудиторию, определить проблемы этой целевой аудитории, и предложить решение этих проблем. И вот то, что выглядело на оснасении в фоне, это решение, вот эти действия у нас будут выполнять инструмент, который называется Альтрафик. Поэтому мы решили с этим инструментом серьезно начать работать и решили продвигать свой продукт на рынок посредством этого инструмента. Вот теперь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что мы должны очень четко скоординировать все абсолютно действия, всех инструментов, которые у нас будут работать. Я очень хочу, чтобы вы получили результат. А чтобы вы получили результат, нам нужно будет с вами конкретно заняться, во-первых, ну, это координация своих мыслей в голове. Что это за координация мыслей? Вы посмотрите, у нас с вами есть продукт. И первое, что вы должны решить сегодня и сейчас, это какой продукт вы будете продвигать на рынок. Мы говорили с вами, что у нас есть физический продукт, что у нас есть информационный инструмент бизнеса, партнерство и так далее. Вот нам нужно создать такую ситуацию в социальной сети ВКонтакте, создавая свою группу и предлагая продвигать свои продукты, такую ситуацию, чтобы человек очень четко и хорошо понял, что взяв ваш продукт, он решит свою проблему. Вот самое простое, вот если посмотреть вот на выбор, это легче всего в этом плане понять вот эту ситуацию на продукте услуга. То есть если я сапожник, то я могу починить вашу обувь, та, которая уже у вас износилась, а сейчас у вас нет возможности купить новую обувь, поэтому я предлагаю вам услугу, которая поможет вам сэкономить деньги на покупку новой обуви. Вы поняли вот эту вот цепочку, да? Или я юрист, а вы разводитесь и не можете никак поделить свое имущество. Я предлагаю вам услугу, которая поможет вам разобраться с этим вопросом. Вы архитектор. У вас есть какая-то территория, земельный участок, вам нужно построить там какие-то очень большое количество, там, может быть, для большой семьи, но очень удобное здание, удобный дом. Я предлагаю вам услугу, что я помогу вам решить эту проблему, и все в вашем, в вашей семье останутся довольны. Вот точно так же, вот с такими же мыслями, мы должны с вами решить вопрос по продвижению нашего продукта. Вот и сейчас я хочу остановиться на тех людях, которые собираются предлагать партнерство. Я из своего опыта и из опыта работы с людьми, которые продвигают свои сетевые компании, могу вам сказать следующее, что те люди, которые начинают продвигать свое партнерство, то есть свои возможности в интернет, я повторяю, да, начинают с физического продукта своей сетевой компании, они более успешны, чем если они начинают продвигать партнерство. Особенно, если они продвигают партнерство в лоб. Придите в нашу компанию, в нашей компании вы заработаете много денег, вы вот прямо озолотитесь, да вы вот прямо яхту купите, и вы вот машину и дом построите и так далее. То есть очень много вот всяких мы обещаем, обещаем людям, то есть это предложение такое в лоб. И вот делать это предложение в лоб нельзя. У вас есть замечательные физические продукты. Эти физические продукты будут у нас решать следующее. Ну, например, вы продаете косметику. Для меня так правильно сказать, что ваша компания имеет такой физический продукт, как косметика. И вы понимаете, что вы можете продвинуть косметику, например, ту, которая решает проблемы омоложения. Тогда вы выбираете людей, выбираете, подбираете себе такую группу людей, у которых есть проблема с омоложением. Люди хотят остаться молодыми. Это и мужчины, это и женщины. И вы можете предложить им разные продукты, то есть решить их проблемы. Например, продукт, который убирает морщинки под глазами. Или продукт, который подтягивает кожу, чтобы улучшить овал лица. Или продукт, который снимает, например, какие-то неприятности шеи, декольте и так далее. То есть вот эти вот вещи вы должны понять. Вот такая проблема. И я эту проблему смогу решить тем физическим продуктом, который я предлагаю. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Дело все в том, что вот сейчас, когда я вам говорю, вот вы должны решить, какой вы продукт будете продвигать. Люди обычно говорят, да я знаю, какой я продукт буду продвигать. Я уже вот все решила. Но вы не спешите. Вы сначала все вопросы, вот сейчас, в данный момент, попробуйте решить. То есть у вас появится, сейчас, когда вы начнете обдумывать этот процесс, у вас появятся какие-то новые идеи. Очень тонко нужно подойти к этой работе. Почему? Давайте смотреть дальше. Вот у вас продукт. Вы его выбрали. Вы определите ту цель, которую вы поставили перед собой. То есть вы конкретно знаете, что вот вы будете продавать этот продукт, и вы этот продукт отдадите людям на решение каких-то вот проблем. Дальше ваша задача, следующим шагом, это задача подобрать тех людей, с которыми вы будете решать проблемы. Вот посмотрите, целевая аудитория, она у вас должна быть подобрана очень и очень четко. У вас целевую аудиторию будет подбирать альтрафик. Альтрафик, он сделает эту работу, но для того, чтобы он сделал эту работу правильно, вы должны очень четко знать, какие ключевые слова ввести в альтрафик, чтобы он действительно нашел вашу целевую аудиторию. То есть вот этот момент нужно очень тщательно продумать. Вот давайте посмотрим сейчас, что мы будем делать дальше. Почему мы, собственно говоря, остановимся на таких вещах? А потому что у нас впереди с вами создание группы. Вот посмотрите, какая цепочка лежит. От продукта мы должны дойти с вами до группы. А группе мы должны дать название, очень четкое и понятное. Группе мы должны давать какую-то информацию в этой группе, такую, чтобы она действительно... Ну, люди же придут к вам в группу, если они посмотрят, что вы там что-то даете непонятное, то они просто не будут приходить к вам в группу. Ну, есть группа, и ладно, подключился и подключился. Потом у него несколько групп будет, он в конце концов скажет, а мне это вообще группа не нужна, и уйдет из этой группы. Вы должны там дать очень важную информацию, которая будет решать проблемы этого человека. Поэтому вот эту цепочку нужно очень-очень тщательно выстроить. Обычно вот те, кто был вчера на занятиях, те помнят, что я говорила о том, что... Вот посмотрите, я сказала, что Альтрафик, мой Альтрафик, на тестирование я поставила 11 апреля. А начала работу с ним 30 марта. Это практически полторы недели я занималась тем, чтобы подготовить конкретно информацию. А почему я еще так старательно это делаю? Да потому что помимо того, что в этой группе мы будем собирать людей со своей целевой аудиторией, помимо этого мы еще с вами будем создавать паблики, которые будут продавать, собственно говоря, наш продукт, да? И все это индексируется поисковыми системами. А раз оно индексируется поисковыми системами, это значит, что с контакта к нам должны прийти люди, те, которые действительно интересуются этим вопросом. То есть мы должны собрать трафик везде. И вот эта вот задача, глобальная задача, ее нужно решить полторы-две недели, у вас на это точно уйдет. Итак, давайте посмотрим, что такое у нас целевая аудитория. Вот в домашнюю работу возвращаемся, в домашней работе, да? Значит, первое, что мы должны сделать, домашняя работа будет большая у нас, выбрать продукт, который вы будете продвигать или продавать, проще говоря, да? А теперь на втором плане мы должны с вами провести анализ целевой аудитории. Вот в связи с тем, что у нас сегодня с вами такое суматошное получилось начало занятия, у нас немножечко, немножко нервно мы ведем занятия, да? Итак, что такое целевая аудитория? Значит, очень те вот, кто у меня учились, люди, они все время говорят, Ирина, вы со своей целевой аудиторией уже достали. Но я вам могу сказать очень четко, что если вы свою целевую аудиторию не определите, то и работать дальше нет смысла. Вот блогом я занималась, рассылками я занималась, продвижением в Фейсбуке, вот теперь продвижением ВКонтакте. База, основа ваших продаж – это ваша целевая аудитория. То есть вы должны, если найти людей, которым нужен ваш продукт, если вы его не найдете, не найдете этих людей, нет смысла заниматься продажами. Вот вы это должны очень хорошо уяснить. Итак, что такое целевая аудитория? Вот это самое простое определение, которое мы нашли в Википедии. Посмотрите, это группа, которая объединена общими признаками. Или собралась ради каких-либо целей или задач. А еще надо добавить, это те люди, у которых есть общие проблемы. Вот это, наверное, будет более правильное такое вот определение. То есть вы должны найти людей, у которых будут общие проблемы. Вот посмотрите, вы будете искать, и Альтрафик будет искать людей в разных группах, у которых где-то касательно проходят эти проблемы. А ваша группа должна быть очень четко нацелена и заточена под решение какой-то конкретной одной проблемы, которая соответствует вашему продукту. Вот видите, цикл, он замкнулся. Обязательно этот момент нужно продумать. Значит, есть такая формула, классическая формула в маркетинге. Это формула Шерингтона. 5W называется. Почему 5W? Потому что начинается вот эти вот 5 слов базовых в маркетинге. 5 слов, они начинаются вот с этой буквы W. Это here, when, who, why, what. То есть где вы будете искать свою целевую аудиторию, вы должны подумать, да, когда вы с ней будете общаться. Об этом мы будем говорить позже на следующих занятиях. Кто будет в этой вашей целевой аудитории? То есть кто это? Мужчины, женщины, какого возраста, чем они занимаются? Почему именно эти люди? Какие у них, иначе говоря, проблемы? Почему вы именно с этими людьми будете общаться? И что? То есть, или иначе говоря, что вы сможете им предложить для решения этой проблемы? Вот эту цепочку нужно очень четко выложить. Вот когда вы представите свою целевую аудиторию, работа у вас пойдет замечательной. Итак, с целевой аудиторией разобрались. У нас очень короткое с вами занятие, потому что по целевой аудитории обычно на всех курсах я даю занятия или полтора занятия. Там очень большие, очень серьезные такие моменты, но мы с вами, у нас время нам дорого. Итак, с целевой аудиторией разобрались. Что мы делаем дальше? Дальше наше задание, которое входит в домашнюю работу, это название вашей группы. Вот вы должны понять, что группа, которую вы будете создавать, она должна иметь определенное название. Почему? Потому что вашу группу, помимо альтрафика, будут искать люди, находящиеся в контакте. И вот для того, чтобы они попали туда, куда надо, вы должны определить название своей группы, те ключи, которые решат эту проблему. То есть вы должны сделать анализ запросов в WordStat и ВКонтакте. Ответьте мне, пожалуйста, сейчас, кто из вас уже хорошо умеет работать в WordStat? Вот я вам сейчас эту ссылочку сбрасываю. Вот она, эта ссылочка. Запомните ее. То есть вам нужно обязательно эту ссылку соревновать под рукой. Сделайте в закладочках у себя на компьютере эту информацию. Она вам действительно очень нужна. Сейчас я попробую вам показать, как вы должны подбирать ключевые слова. Итак, захожу в подбор слов. Что мы делаем с вами? Вот у нас с вами очень часто бывает как? Мы с вами занимаемся чем? Вот я вчера в комментариях наблюдала, как люди писали там про коралловый клуб. Коралловый клуб занимается здоровьем, да? Я знаю, что люди участвуют в каких-либо других каких-то компаниях, которые занимаются продвижением продуктов здоровья. Естественно, вам легче всего и проще найти ключевое слово, которое было бы в названии вашей группы, ну, например, такое, как здоровье, да? Вот я пишу здоровье. И кликаю вот сюда на эту клавишу подобрать. И давайте посмотрим, сколько же сейчас будет у меня таких показов в месяц ключей, вернее, запросов, которые люди вводили. Посмотрите, 3 146 667 раз люди вводили этот запрос. Но если мы будем просто здоровье, то есть мы должны немножечко как бы уточнить вот эти вот вопросы. Например, мы берем здоровье и красота, или красота и здоровье. Давайте возьмем красота и здоровье. Красота и здоровье. Вот я включила сюда. Так. И у меня получилось, что получилось 62 445 показов. Очень хороший такой показатель. Нам чем больше люди запрашивают информацию именно по этим ключам, тем для нас лучше. Но ситуация заключается в том, что вы должны очень четко, очень чистый ключ найти. Для этого запоминайте, вы должны сделать следующее. Вы должны использовать два оператора. Первый оператор – это кавычки. Посмотрите, как я их ставлю, эти кавычки. Обратите внимание. Перед... То есть все слово «красота» и «здоровье» я ставлю в кавычки. И смотрите, кликаю «подобрать». У меня уже получается 1957 показов всего. Видите, оказывается, насколько чистый запрос идет меньше. Но 1957 показов – это вроде бы неплохо. А теперь давайте посмотрим, сколько же таких запросов у нас было в ВКонтакте. Как мы определяем эти запросы ВКонтакте? Я выхожу вот сюда в «Сообщество». и вот в эту поисковую строку ввожу «красота» и «здоровье». И «здоро» ошибку сделала человеку, и «здоровье». И пишу «поиск». И посмотрите, сколько у нас получается соотктов. 18 380. То есть вы должны запомнить, что вот здесь в «Вордстате» у вас чем больше запросов, тем лучше. Хорошо бы, если бы это было выше 10 000. А вот в «Контакте» у вас таких запросов должно быть меньше 1 000. А еще лучше, если у вас таких запросов будет меньше 500. Вот тогда вы свою группу сможете продвинуть. Повторяю, которые у вас были бы в названии вашей группы. Но у вас запросов должно быть оптимальный вариант больше 10 000. Если вы вводите свой запрос в «оператор» кавычки. А вот в «Контакте», когда вы вводите запрос, то вы ищете сообщество, количество сообществ у вас должно быть менее 500. А лучшее, если будет менее 100. А вот теперь, возвращаясь, например, опять к «Коралловому клубу», давайте мы подумаем с вами вот о чем. Посмотрите, у нас там есть такая в «Коралловом клубе», насколько я знаю, там очень хорошо продается вода. Вот если я сейчас прямо в кавычки введу слово «вода», то посмотрите, 11 886. Очень хороший запрос, потому что в чистом виде это 11 миллионов. Вода. А если я возьму вот здесь, например, «ВКонтакте» и напишу «вода», то давайте посмотрим, какой здесь будет поиск. Посмотрите, 32 425 сообществ. Видите, везде, везде в названии есть слово «вода». Тогда я изменяю работу, я показываю вам, как нужно так немножечко продумывать. Вот, например, там есть очищение, да, очищение, процесс очищения, например, очищение организма, да. Вот такой запрос. «Очьи». Вот так вот. И делаю в кавычках опять запрос. 2933. Маловато немножко, да. Берем «ВКонтакте». И берем здесь очищение организма. 171 сообщество. Видите, как хорошо. Но есть еще проще вы можете сделать. Если вы, например, в подборе слов, вот такая фишечка маленькая, вы берете, например, ну давайте возьмем ту же самую воду, да, и возьмем здоровье. То есть вот если мы брали вода, у нас был очень большой запрос, и здоровье было очень большой запрос. То есть это то, что нам необходимо для того, чтобы мы когда подыскиваем ключи в Яндексе. Количество показов большое. А вот если я возьму сейчас и вот здесь введу два ключа сразу. «Здоровье и вода». «Обману». ВКонтакте. 278 сообществ. Воды, здоровье, здоровая вода. То есть люди умные знают, как здорово вода и так далее. Видите, как делают. А если я напишу «Очищение организма вода», то есть вот эти вот два ключа вам нужно будет, посмотрите, одно сообщество. Только надо найти такое название, чтобы у вас было два ключа, оба ключа хорошо высокочастотные в вордстате, и чтобы вы эти два ключа могли включить, извините за такую тавтологию, да, могли включить в хорошее название вашей группы. Вот эта работа, она очень и очень кропотливая. Смотрите, значит, что такое вордстат? Вордстат нам, это вот там, где мы искали с вами ключи, да, Вордстат нам показывает, чем больше запросов люди дают, тем востребование этой информации. Поэтому чем выше запрос будет в вордстат, тем лучше. То есть мы понимаем, что вокруг люди очень интересуются этой информацией, это, ну вот, какие-то у них проблемы завязаны именно на это, да. А ВКонтакте нам, чем меньше, тем лучше. Потому что ВКонтакте, если у вас будет 18 тысяч групп, пробиться вам в этих группах будет очень и очень сложно. Поэтому оптимальный вариант вашей задачи – найти такое название, чтобы оно в вордстате запросов было много, а ВКонтакте таких групп было немного. Но продумать надо так внимательно и тщательно, чтобы название было такое интересное для ваших подписчиков. Вот это понятно вам? Это очень серьезная работа, потому что как бы альтрафик у вас не работал, если вы не подготовите для него хорошую почву, работа у вас не будет. Теперь понятно. Хорошо, идем дальше. Следующий момент у нас. Нам нужно подготовить тематическое оформление для группы и личной страницы. Да, вот Татьяна права. Теперь надо продумать интересное название. Так, четвертый шаг, который мы должны с вами сделать. И мы с вами идем вот сюда. Вот теперь такой момент. Вот я хочу вам вот выйти из этого аккаунта, войти в другой свой аккаунт, тот аккаунт, который у меня очень давно, ну как давно, как я пришла в интернет, так у меня этот аккаунт я открыла. Вот этот вот такой вот простенький аккаунт мой, это аккаунт, где я работаю со своим блогом. Я занимаюсь блоговодством. И вот посмотрите, вот здесь у меня идут мои статьи с моего блога. Это там фотошоп онлайн, там обработка фотографий, различные инструменты, здесь общение с людьми. Ну всевозможная тут информация и так далее. То есть всякие разные вот такие вот вещи, касающиеся блога. Но никак не касающиеся продвижения в социальных сетях. Это мой личный аккаунт. Посмотрите. Меня зовут здесь Ирина Смирнова. А вот теперь посмотрите, я создала другой аккаунт. Другой аккаунт я создала для Альтрафика. Это аккаунт Альтрафика. Значит, смотрите, я создала специальную страницу, специальный аккаунт, где я взяла двойную фамилию. И Ирина Смирнова, ой, у Смирновых очень много. Я взяла еще сюда девичью фамилию, с которой подписала. У меня получилась Ирина Смирнова Астахова. Но посмотрите, здесь совсем другой аккаунт. Этот аккаунт заточен на продвижение продуктов ВКонтакте. То есть у меня именно этот аккаунт занимается продвижением продуктов ВКонтакте. Посмотрите, здесь уже все налажено, здесь уже все сделано, взято из оформления группы. И я делала специальную фотографию. Я создавала специальные вот эти вот плашечки. Я вот здесь вот создавала специальную прилепленную запись, где я рассказываю, что я, собственно говоря, даю. Здесь я рассказываю о своих принципах и так далее. И здесь я выкладываю все то, что у меня идет по моей группе, в которой работает Альтрафик. Вот обратили внимание, сейчас слева плашечка. У меня Альтрафик, вот мы сейчас с вами работаем. И у меня Альтрафик работает. Вот отправляют заявки в другие. Итак, смотрим. Помимо всего прочего, то есть я должна продумать, если я подаю Альтрафик, то есть я занимаюсь продвижением в интернет, именно в социальной сети ВКонтакте, я должна продумать оформление своего аккаунта так, вот опять новая заявка в друзья, да, я должна оформить это так, чтобы это было людям сразу ясно и понятно. Это первое, что я должна продумать. Я даже должна продумать каждую вот эту вот плашечку, потому что в конце каждого, при открытии каждой плашечки у меня идут конкретные тексты, что я здесь буду продвигать на этих текстах, да. Теперь смотрите. Если я захожу в свою группу, вот это вот, 373 участника уже на сегодняшний день, если я захожу вот в эту группу, то видите, у меня она тоже определенным образом оформлена. Вот ее оформление конкретное, посмотрите. Что это за бизнес-система, кому она нужна, я уже продумала это все, да. Кто здесь будет ее предлагать, посмотрите, это объединенная картинка, что это контакт, что это продвижение ВКонтакте. Мне когда оформляла группу, я дала задание девочкам, которые у нас это делают. И вот тот момент, когда я еще не совсем понимала, чем я буду заниматься, то есть вот 30 марта я дала задание девочкам, техническое задание, что я буду продвигать бизнес ВКонтакте и так далее. Они мне оформили эту группу. Но когда я к 11 апреля поняла, что я, собственно говоря, собираюсь делать, я все переоформила сама. Почему я вам это говорю? Да потому что вы можете заплатить деньги за оформление группы, а в финале будете переделывать все сами. Поэтому не спешите, а внимательно и тщательно продумайте. Подготовьте вот эти вот рисунки и картинки. Я вам покажу, где можно сделать заказ на вас, чтобы вам помогли работу выполнить, да. Но мы будем конкретно с вами решать вопрос на наших занятиях. То есть я буду вам показывать на занятиях, буду давать видео, как правильно оформлять вот это вот самостоятельно. Потому что в любом случае лучше иметь инструмент в руках, я так считаю, да. То есть ваша задача, вот то домашнее задание, которое я вам дала, ваша задача заключается в том, что вы должны вот этот вопрос очень тщательно продумать и даже подготовить вот эти вот картинки. Теперь обратите внимание даже вот на такие вещи. Вот если я сейчас открою вот эту вот картинку, посмотрите, видите, она оформлена у меня определенным образом. То есть вы, когда продумаете тематику в своей группе, вы даже должны продумать, ну, какой-то там логотипчик. Этот логотипчик у вас должен быть обязательно вот где-то вот мы в Powerpoint будем потом делать. И будете туда прямо сбрасывать свои фотографии, вырезать, и будете отдавать эту информацию в свою группу. То есть вот это тоже дополнительная работа по оформлению. Ее нужно, эту работу, старательно подготовить. Подготовить тематическое оформление для группы и личной страницы. Видите, какое огромное вам домашнее задание дано на празднике. Праздников вам не видать, если вы хотите действительно продвигаться. Итак, следующий момент. Вам нужно подготовить продажник для вашего продукта. Что такое продажник для продукта? Посмотрите, если вы являетесь лишь членом клуба, то у вас даже не купленный конструктор дает вам возможность создать хотя бы одну продающую страницу. Вот посмотрите, что я создала. В этой плашечке вы заходите вот в этот конструктор. И в этом конструкторе вы видите шаблоны. Вот они шаблоны. Посмотрите внимательно. Значит, вам нужно продвигать ваш продукт. Вот посмотрите. Вот такой вот я взяла шаблончик. Вот такой шаблон. Посмотрите, вот маленький. Из этого маленького шаблона я сделала вот такую вот маленькую буквально страничку. В этой страничке я продвигала это вчера должно было на наше занятие. Я должна была сбросить вот эту вот ссылочку на это занятие. Чтобы люди просто сюда приходили, заполняли форму, пополняли вашу подписную базу. И чтобы это были уже ваши конкретные люди. Как мы это распространим в эту страничку, сейчас мы с вами этот вопрос расскажем. Или я взяла вот такую страничку. Посмотрите. Вот эту вот страничку, которая у нас тоже есть в шаблонах. Я ее просто взяла, поставила сюда логотип. Сейчас она загрузится у нас, да? Поставила логотип. Создала маленькую рассылку. Буквально там из пяти писем. И вот такую вот страничку сделала. В этой страничке я все написала. У меня есть, так сказать, дополнительная ссылка на эту страничку. То есть я что делаю? Я делаю инструмент, который будет продвигать ваш продукт. Что вы должны сделать? Вы должны найти шаблон. Такой шаблон, который вам легко и просто будет переоборудовать. И продумать, как его сделать под вашу страницу. Вы должны продумать маленькое какое-то письмо или рассылку из двух-трех писем. И подключить ее к этой странице. Вы это можете сделать, даже если у вас конструктор не оплачен. Понимаете? Но этот инструмент у вас должен быть. Посетите занятие. У вас у всех супер-альтоплачен. Посетите занятие, которое у нас идет в Вика Кезина. Зайдите к ней и решите этот вопрос. И создайте вот за это время, пока мы с вами еще альтрафик не подключили, создайте вот такую вот страницу. Наше домашнее задание, да? Мы подготовили вот этот продажник для продуктов. Посмотрите, какая у вас огромная работа на празднике на нашем. После праздников мы с вами начинаем заниматься в закрытом режиме. Мы начинаем буквально с самого начала. Вот первое занятие, вот это самое-самое серьезное, самое кропотливое занятие, на которое вам придется отдать очень много сил и возможностей, да? Значит, вот это занятие, ваша задача – выполнить домашнее задание на 5 баллов. Все абсолютно подготовлено. И тогда мы с вами со следующего занятия за 3 секунды буквально оформляем нашу группу, оформляем наш аккаунт, создаем Вики-странички. Я вам сбрасываю ресурсы, с которых вы можете брать посты. Мы расписываем с вами режим работы, работаем в автопостинге и так далее, готовим маленькое-маленькое видео по предложению вашего продукта и начинаем аккуратненько, очень грамотно свой продукт предлагать. После того, как Альтрафик нам начнет приглашать людей в нашу группу. Понятно вот это задание? По конструктору ваша задача – зайти… Да, вот Татьяна молодец. Я знаю, что вы будете стараться, потому что Татьяну я очень хорошо знаю, и знаю, что она все сделает на 5 баллов. Итак, что я хотела у вас спросить? Вот сейчас я хотела спросить у вас следующее. Вот те, кто имеет на данный момент Альтрафик, или собирается с ним работать, или уже те, которые уже работают с ним. Самая главная ваша задача на сегодняшний день – если у вас уже Альтрафик работает, и вы выявили какие-то ошибки, то их надо сейчас, пока не поздно поправить. Еще не поздно это сделать. Если же вы еще не создавали ничего, то с чистого листа это легче всего делать. Татьяна, в Вордстате никакой регистрации проходить не надо. Вы просто заходите туда и работаете. Нет, это не сложно. Это поначалу, кажется, сложно. Вы знаете, когда у вас начинает подкоркой работать эта информация, то есть вот вы, я почему говорю, не торопитесь выбирать продукт, вот прямо сегодня вы решили, что вы делаете этот продукт. Нет, оставьте эту информацию себе, она все равно у вас будет работать в голове. И вот вы поймете, что вы ночь проспали, два проспались с этой идеей, на третий день у вас вдруг осемнется. Вот, оказывается, надо что продвигать. Вот тогда я буду хорошо зарабатывать. Итак, если домашнее задание вам здесь понятно, то мы сейчас берем, мы не можем стоять на месте, мы уже должны продвигаться. Мы сейчас с вами выберем одну методику. Сейчас я вам отвечу на все вопросы. Мы с вами берем одну методику, с которой мы сейчас начинаем работать. Итак, все мы работаем в доступных веб-комнатах. Посмотрите, у нас с вами, опять включаю рабочий стол. Значит, мы заходим с вами в вебинар. И вот я хочу вам показать вот такую вещь. Вот, посмотрите, я сейчас выхожу на ту комнату, в которой мы с вами занимаемся. И показываю вам. Вот, смотрите, я вчера просила вас оставить комментарии. Эти комментарии я просила вас оставить для того, чтобы вы попробовали, как они работают. Вот, посмотрите, мы сейчас с вами работаем с социальными системами. Если вы хотите приглашать людей к себе в команду или продавать супер-альт, или продавать альт-трафик, то вы должны понимать следующее. На какой бы вебинар вы не зашли, вот на любой вебинар, только не на закрытый вебинар, да, вот такой, как у нас проходит, а на открытый вебинар. Вот если вы заходите, например, на вебинар по супер-альту, вы наизусть уже знаете эту лекцию, и вы уже можете на ней, собственно говоря, не присутствовать. Но если в расписании эта лекция есть, вы должны на нее зайти, вы должны спуститься вниз, в форме комментариев оставить запись. Когда вы оставляете запись, только имейте в виду, что вы должны в форме комментариев оставить очень простую запись, без всяких лодунгов. Ура, ура, заходите, у нас тут самая лучшая компания, вы здесь заработаете много денег, не пишите так. Эти записи никто не читает. А напишите, например, такую ситуацию. Сижу на лекции по продвижению. Классная лекция, изучили три методики. Написали ваш комментарий. Дальше у вас будет продажник. Внизу, под комментарием, внизу оставляете ссылку на свой продажник. И теперь смотрите. Когда вы отправляете этот комментарий, то у вас здесь рядом есть еще кнопочка «Отобразить на вашей странице». Что происходит? Во-первых, сам комментарий привлекает к себе внимание. Во-вторых, когда вы отправляете его отсюда, то к нему прикрепляется ссылка входа на вебинар. На тот вебинар, с которого вы отправляете этот комментарий. И, в-третьих, под вашим комментарием есть ссылочка на ваш продажник. Или на те страницы, которые вам предлагает СуперАйт. Вы тоже можете ссылки туда спросить. Сейчас уже три страницы. Только не бросайте постоянно на одну и ту же страницу. Меняйте эти странички, чтобы они не примелькались у людей в глаза. И смотрите, что происходит. Человек видит, что там нет никаких призывов, а он сидит на какой-то лекции интересной. Там, ну, как-то написать надо так, чтобы вот вы просто как с обычными людьми общались. Этот комментарий появляется у вас на странице, на вашей странице, в вашем аккаунте. Как только он появился в вашем аккаунте, он отображается в новостях, в ленте новостей. И его видят все люди, которые в данный момент находятся в новостях. Проявляя любопытство, они кликают на ту ссылку, которая ведет на вебинар. Человек попадает на вебинар. И оптимальный вариант, когда он попадает на вебинар по супер-альту. Почему? Потому что вам не надо ничего давать человеку. Ему уже все расскажут на этом вебинаре. И если ему это понравится, а в конце вебинара обязательно скажут, обратитесь к тому человеку, через которого вы пришли, то он выйдет на вас в ленте новостей. И это будет ваш человек. Вот это вы должны взять за правило. Еще раз повторяю. У нас с вами проходит 5 таких вебинаров по супер-альту. Вы не идете на вебинар, но вы заходите за час до начала или за полчаса до вебинара. А оптимальный вариант, когда вы заходите за 15 минут. Потому что когда человек попадает на вебинар, а он еще молчит, то это как-то немножко напрягает. А вот когда человек уже в вебинар есть вход, и он попадает на этот вебинар, и начинает слушать, вполне вероятно, большой процент вероятности того, что он останется на этом вебинаре. 5 вебинаров еженедельно, плюс 5, по-моему, или 3, или 4, не буду обманывать, не помню, вот таких открытых занятий по инструменту, по конструктору, по продвижению супер-альта, по продвижению альт-трафика. То есть люди, которые к вам приходят по этой ссылочке, это ваши люди. А охват этой аудитории очень и очень большой.